С нами на связи Евгения Рыкалова, руководитель сервиса «Строки» в МТС. Давайте посмотрим, что в цифровом виде предпочитают россияне. Евгения, приветствуем вас. Какая у вас статистика, какие тренды вы видите, что интересного читают россияне? Ну, для начала надо сказать, что на рынке цифровом главное, что произошло в 2023 году, это, безусловно, выход больших экосистемных игроков. И если долгое время мы наблюдали первенство Литреса на рынке, то сейчас мы видим, когда на рынок выходит и Яндекс, и МТС. Я думаю, что в 2024 году мы увидим еще несколько больших IT-компаний, которые принесут много нового на книжный рынок. А говорит ли это о том, что тогда требуется и больше авторов? Если площадки разные, то в чем тогда, собственно, бизнес-модель? Ну, действительно, у нас разные бизнес-модели. Я не могу сказать, что нам требуется много авторов или больше авторов, потому что выходят новые игроки. Скорее, разнообразие авторов привлекает нам большее количество читателей. Здесь, скорее, важно то, что с приходом больших игроков приходит и большой маркетинг. Мы начинаем продвигать книги совершенно другими ресурсами. Вы можете встретить сейчас рекламу книги в метро или в аэропорту, сесть в Санкт-Петербург и увидеть книгу, которую рекомендуют. Даже в салоне красоты я видела специальные штрих-коды. Пока девушки на маникюре ждут преображений, можно что-то почитать в цифровой библиотеке. Да, всё так. Это помогает развивать вообще объём аудитории, растить её. И мы на своей стороне можем отметить, что только в декабре мы с точки зрения часов чтения и слушания выросли ровно в два раза, а за январские праздники побили свой рекорд ещё в два раза. Поэтому такой главный наш тренд — это выход больших игроков и рост чтения, и в первую очередь слушания книг и контента, который находится рядом с книгами. Если говорить про жанры, то сначала отмечу, что в декабре невероятное количество прочтений у слова «Пацана». Это книга, нон-фикшн-книга, на основе которой был снят нашумевший сериал, который все могли наблюдать в ноябре и в декабре. И слово «Пацана» за последние две недели в прочтениях ближайшего лидера обогнал почти в два раза. И по прочтениям, и по прослушиваниям. Это говорит о том, что когда есть популярный сериал или фильм, то книга, на основе которой сделана экранизация, действительно становится супер-бестселлером. Если говорить про общие тренды всего года, то комиксы, комиксы появились в диджитале, диджитал-игроки выходят на рынок комиксов, мы запустили комиксы и мангу. Здесь важно, что рынок манги все эти годы был таким пиратским рынком в диджитал-среде, не было площадки, где можно было потреблять контент легально. Сейчас же нелегальный контент становится легальным, вы можете найти и «Атаку титанов», и «Берсека», и «Тетрадь смерти». Практически любую мангу тайтах сейчас, и в течение всего 2024 года они будут оцифровываться и появляться в диджитах-среде. Это как поддержание общего тренда на Азию, так и поддержание легализации рынка. Когда мы боремся с пиратством и переводим читателей... Мы еще вернемся, у нас есть специальный человек по пиратству, который борется с ним уже несколько лет. Но вот еще про драйверы роста книжного рынка хотелось бы поговорить, времени немного. С нами на связи Максим Машков, создатель сетевой библиотеки Машкова и сайта «Самыздат». Максим, приветствуем вас. Добрый день. Да, ну вот тоже эксперты, специалисты говорят, что «Самыздат» неплохо вырос. Доля на рынке цифровых книг, доля «Самыздата» 35%. В категории электронных книг доля предварительно составляет около 50%. А с чем связан такой рост? Ну и, кстати, подтверждаете вы его? Что происходит сейчас? Насколько выгодно вообще писать книги сегодня? Да, много денег можно заработать. Если вы Маринин или Пеливин, то писать вам очень выгодно. Если же вы домохозяйка, которая пишет в перерывах между воспитанием ребенка, то вам писать поможет, ну, скажем так, не работать учительницей или воспитательницей детского сада. Вот примерно такие заработки. Секунду, секунду, Максим. Но вот у вас разве нет истории успеха? Учительница или воспитательница детского сада размещает свое произведение там на вашей платформе или еще где они это делают и зарабатывает миллионы. Нет таких историй? Ну, слушайте, у нас очень сильно меняется вот эта вот книжная картина чтения с годами. Я же помню года, когда была только бумага вообще, а интернет там где-то. Потом я застал момент, когда интернетовское чтение росло натуральным путем. Сперва возникли просто библиотеки, потом самоздатские библиотеки. Но библиотека Машко, вы ведь, можно сказать, родоначальник. Да, но сейчас это микроскопическая библиотека, если ее сравнивать со всеми остальными. Когда-то она была номер один, а сейчас она как бы, она осталась такого же размера, как и 20 лет назад. Но за это время все остальные росли в сотни раз или даже возникли. Так что все очень сильно меняется. Так вот, истории успеха раньше в интернете выглядели как? Ты там домохозяйка или там какой-нибудь мальчик, который что-то бойко пишет в интернете. У тебя возникает аудитория читательская в интернете, которая тебя читает, а потом тебя подхватывает издательство и начинает печатать. И вот таких вот историй успеха десятки и сотни, когда люди из интернета попадали, наконец, в издательство и начали печататься на бумаге. Эта вся история кончилась буквально лет 6 назад. Так, а сейчас что? А сейчас выросла новая технология. Раньше в интернете читать можно было только бесплатно и писать можно было только бесплатно. Никаких других способов как бы монетизировать вот это электронное чтение, кроме как там стать популярным, пойти на бумагу, не существовало. Сейчас выросли платежи, система микроплатежей. Огромное количество людей смогли легко и непринужденно платить за все на свете. И вот сюда начали вырастать сперва натуральным путем система уже не самоиздатка как такового, а книжных магазинов самоиздатских. Когда вот автор сам приносит свои книжки, сам размещает, его начинают там торговать и покупать. И вот это очень сильно росло. И причем там оно сперва росло микроскопически, а потом вдруг хабах, вот последние 5 лет они все, они захватили рынок. То есть если мы сейчас посчитаем чтение, то бесплатную литературу, нематизированную, это где-то процентов 30 от всего чтения. А все остальное приучили людей, многих, читать книжки за деньги. Ну это круто, да? И они с удовольствием это делают. Это достижение. Вот на глазах это последние 3 года. Буквально 3 года, когда это вот выстрелило и начало работать. А качество от этого повысилось? Может быть кажется, что если ты покупаешь, то когда ты покупаешь продукт какой-то качественный, потому что количество пишущих... Ну что вы говорите, люди же те же самые, писатели вот те же самые. Они как похабные хреново писали, продолжают писать. Просто читатель съест все. У любого даже самого плохого читателя есть, писатели есть преданные читатели, у нас их миллионы. Просто вот в интернет пришли сперва миллионы интернет-читателей, а потом они стали десятками миллионов. И на айфоне возникли миллионы тех, которые в интернете платят и читают. Ну понятно. Миллионы сейчас и создают нам рынок. Ну осталось, да, чтобы это все перешло все-таки в качество. Хороших писателей, извините, их как не было, так и нет. Но хотя там греет сердце, что на самом деле несколько штук хороших авторов у нас в стране есть. Ну они вершину пирамиды-то, в общем-то, наверное, и забирают. Ну вот я, кстати говоря, времени немного. Приведу данные по продажам 2023 года, там по жанрам. А вот общее количество продаваемых экземпляров книг. Да, на первом месте 492 тысячи. Масян Туньсю, благословение небожителю, посмотрел, кто это Масян Туньсю. Китайская писательница фэнтезийных романов в жанре Даньмэя. Очень-очень популярная вообще на первом месте. Потом Ольга Примаченко как раз там, к себе нежная книга о том, как ценить и беречь себя. Это Антуан Десент-Экзапери, Оскар Уайльт, Эрик Фром, Джордж Орелл, Дэниел Кис, Анна Маслова, Рей Брэдбери, Эрик Мария Ремарк. Ну нормальный вкус. Ремарк это такая растренд 2022 года. Десятое место. С нами на связи Максим Рябыко, член от правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете. Максим, ну вот, что с пиратством? Сейчас Евгения сказала, что вроде бы как меньше, если я правильно понял, становится пиратство в определенном сегменте. Ну я так понимаю, наверное, это не везде так. Да, коллеги, добрый день. Безусловно, ситуация немножко разнится в том или ином сегменте. Но в целом я подтверждаю, что такой растущий тренд на потребление платное сформировалось за последние несколько лет уже привычка платить. Этому способствовали в том числе системные игроки на других контентных рынках. Вообще в целом большие компании с большими маркетинговыми бюджетами стимулируют неплохо к цифровому, в том числе платному потреблению. И вот этот общий тренд, понимание, что в целом можно очень быстро в два клика найти интересующий тебя контент, заплатить и потреблять, он очень помогает. То есть вот самосдатские платформы, то есть не просто так тоже этот рынок самосдата развивается, потому что, безусловно, появились модели монетизации. Многие авторы начали себя пробовать в этой сфере. Крупные игроки подтверждают, что большинство сейчас топовых авторов уже, собственно, да, это бывшие выходцы с самосдатских платформ. То есть, безусловно, тренд на потребление есть. Что касается пиратства в целом, мы подтверждаем, что эзотерика традиционно, такие направления, как манга, они являются такими сегментами с высоким уровнем пиратства. Но я, наверное, объясняю это тем, что все-таки большие игроки не так активно покупали каталоги, не так активно защищали контент и не выстраивали сервисы вокруг этого контента. Вот Евгений Рыкал сказал, что они вот как раз, их усилия и направлены на то, чтобы из неправового поля в правовое перевести, и, в общем-то, есть результаты. Я считаю, что это серьезная точка роста для игроков, причем мы видим, что приход других игроков не снизил выручку других, да, тех, кто уже, например, там, Литрес, который был с традиционным на рынке. То есть мы видим, что рынок растет, несмотря на приход игроков, и этот приход как раз-таки стимулирует к появлению новых авторов, к тому, что, ну, и растет операция, например, на маркетплейсах. Если, как мы говорим, есть доля, такая зона, да, про продажи бумажных книг, которые недобросовестными предпринимателями со стран СНГ очень активно, вот приводили пример там и Ольги Примаченко, и слово пацана, да, это действительно книги, которые со страшной силы начали пиратиться. То есть за трендом и поспевают пираты, которые стараются, собственно, этот контент... И будете бороться, Максим, вот и с этим направлением маркетплейс и пираты, которые там начинают... В конце этого года существенно сократить сроки рассмотрения в диалоге с площадками претензий, поэтому я думаю, что в следующем году мы переломим этот тренд, и всех системных недобросовестных продавцов мы вычистим с этого рынка, я думаю, что нам удастся сделать. А главный вопрос, Вероника, спасибо, Максим, твой любимый, что с ценами, да, вот там и Полина, и Евгения, времени немного, Полина, что с ценами, по итогам прошлого года там вроде бы рост небольшой на уровне инфляции, а что в 2024 году ждать? Опять же, бумага, типография. Ну, у нас сейчас, да, да, вот что, к чему готовится покупателям? Есть прогнозы? В данный момент вы держите комментарии по прогнозам, поскольку еще... Хорошо, спасибо. Евгения, вот Евгения Рыкалова, с вашей точки зрения, стоит ли ждать там роста цены на аудиокниги, цифровые книги? Потому что очень удобно, вот аудиокниги просто мой выбор. Да, или все ограничено опять в пределах инфляции? Нет, здесь же есть две модели, есть модель подписок, есть модель по штучной продаже книги. Когда мы говорим про доступность базовых каталогов подписки, книги становятся только дешевле и все доступнее, и если раньше невозможно было получить доступ к книге дешевле, чем там за 600 рублей, то сейчас вы можете получить подписку, которая стоит значительно дешевле, а в ней сотни тысяч книг. Поэтому я думаю, что в следующем году подписки точно не будут становиться дороже, пока они становятся только доступнее для пользователя. Спасибо, отлично. Если говорить про стоимость по штучной продаже книг, то все зависит от издателя. Цены формирует издатель, а сервисы продают книги по тем ценам, которые нам передает издатель. Я думаю, что издатели будут закрадывать какое-то системное повышение. Благодарим всех наших экспертов. Обязательно вернемся. Андрей Левченко. Вероника Романова. День главный.